добрый день всем привет на youtube привет друзья мои привет я назвал это видео охота на идиота только потому что на мой взгляд только идиот способен потратить уйму уйму но просто миллион своего времени для того чтобы прокачать какой-то абсолютно абсолютно непонятный танк ну сейчас я вам расскажу мое мнение об этом танке допустим да что я отлично думаю об этом танке ну что вот этот танк называется ренегат вот он м40 м54 ренегат премиум танк восьмого уровня что же представляет из себя этот танк ребята давайте посмотрим и почему все таки я таким образом называю этот танк вообще считаю что это во-первых танк говно ну просто вот по моему по моему мнению лично этот танк полное говно и соответственно уже вытекающие отсюда этот танк и не достоин собственно говоря того времени которые вы потратите для того чтобы пройти эти боевые задачи дело в том что сами понимаете что боевые задачи достаточно боевая задача вот это именно марафонская я имею ввиду которая состоит из 10 пунктов она крайне тяжелая ну не то чтобы она там тяжелая картошку копать цемент носить нет конечно но вы только посмотрите я для себя сразу сказал что я не буду вообще идти к этому танку но абсолютно не буду но потом как-то я зашел буквально там через пару-тройку дней на зашел посмотрел оказывается у меня уже вот так ну просто у меня включился по какой-то причине премиум аккаунт и я подумал надо бы посмотреть эту охоту на ренегата и в итоге кстати ренегата написано видите охота на ренегата на ренегат написано с маленькой буквы странно правда вот и получается так что начисляется на пятом уровне на пятом этапе уже по-моему на четвертом этапе начисляется один прем аккаунт и так у меня полностью закрыты 4 и 5 но я не стремился непосредственно к этим результатам и я однозначно понимаю что 30 тысяч опыта на ребят но это просто не серьезно плюс надо еще попасть топ-10 своей команды а это только пятый уровень 30000 представляете 30000 это крайне долго вы должны протирать про протирать штаны у себя на кресле но крайне это будет для вас долго давайте посмотрим что дальше у нас там идет я думаю что один процент но может быть пять процентов нет ну ну наверное давайте так пять процентов будем честными из всей массы игроков world of tanks под пойдет по вот этому этапу по левому то есть конкретно это называется задача на марк на мастерство это надо десять раз нанести не менее 20 процентов суммарного урона своей команды на технике 9 10 понимаете дальше вот у нас будет час седьмой уровень пройти 32 на восьмом уровне то же самое 32 какой-то золотой танковый прием на один день на девятом надо пройти 40 уже ребят на восьмом по моему 35 до 35 на девятом уровне 40 тысяч и на десятом уровне этапе 50 тысяч вы представляете что такое заработать 50 тысяч и читается чистый считается вернее чистый опыт нужно понимать что например аккаунт у насколько я понимаю не прям аккаунт не какие-то дополнительные фишки там не не учитываются вот допустим там боевые задачи которые у вас там есть боевые задачи вернее а вот всякие вот эти плюшки на личные резервы да насколько я понимаю они вообще никак не учитываются вот вы можете сделать на 50 на 50 там но они никак не учитываются вообще то есть чистый именно должен быть опыт подчеркиваем подчеркивается чистого опыт учитывается опыт заработанный при попадании в топ-10 своей команды по опыту и только на технике от шестого до десятого уровня и это в правом право это это на усердие усердие это значит но вы будете мучиться мучиться и может быть у вас в конце концов что-то получится но изначально это сделано варгеймингом именно вот вот это вот ужасная но это ужасно этот марафон на мой взгляд он сделан специально для того чтобы не париться плюнуть понять что вы ничего не сможете добиться потому что начиная с пятого этапа 30 тысяч но вы не пройдете но невозможно это сделать это надо каждый день сидеть сидеть усиленно там а у кого-то работа семья дети и все такое кто-то просто ну не может мама не позволяет играть так долго на компьютере потому что беспокоиться за зрение ребенка и вот здесь есть внизу такая фишечка купить сейчас со скидкой 40 процентов да мы можем купить со скидкой 40 процентов да я могу там не обращая внимание вообще на эту на этот марафон играть играть в свои игры там не имею ввиду на своих любимых танках а потом зайти посмотреть а у меня уже восьмой и я куплю со скидкой 80 процентов но я не буду его покупать по следующим причинам давайте посмотрим в чем дело на самом деле ну и начнем давайте ттх смотри давайте давайте с огневой мощи и так вроде бы как средний урон у него неплохой на восьмом уровне 2639 но ну давайте еще хорошо разброс 035 время сведения долговатая 229 углы а вертикальной наводки достаточно хорошие минус 10 плюс 20 скорость это не имеет значения особо для нас ну хотя дальше перезарядка орудия 818 это неплохой показатель скорострельность орудия кстати это все можно еще увеличить вернее уменьшить время перезарядки за счет досылателя вентилятора всяких перков для вашего экипажа дальше бронепробитие 226 на восьмом уровне принципе основную но неплохо и 300 360 это вроде как тоже хорошо давайте посмотрим самое основное вот вы стоите на тяжелом на своем танке даже у вас тяжелый танк элитный тяжелый танк 8 уровня ветки сша отлично заходим в броню и смотрим что же у нас броней я сам первый раз сейчас захожу сюда и смотрю вот я просто смотрел некоторые ролики некоторых игроков которые делали непосредственно стрима по этому танку и я уже знался как танк допустим лттб с расстояние больше 300 метров спокойно прошивает в лобешник вот этого здоровяка здоровяка давайте посмотрим что у нас башни ну башня да у него может быть башенкой крепкая да ну естественно командирская башня ни о чем сразу пробивается наверно с 300 метров ну и здесь смотрите на влд пробивается практически всеми ну конечно постараться и здесь то есть если бы просто лупите вот сюда по корпусу 70 процентов что вы пробиваете каждый раз каждый раз из десяти выстрелов ваших 7 пробивать ребят ну о чем это ну о чем это вы выезжаете в чистом поле допустим едете в кустиках чуть-чуть засветились и вас нет все вас нет давайте посмотрим что он может ромбовать нет ни хрена не может ромбовать ну вот здесь разве что можно рикошетить каким-то образом ну а здесь все равно по вам попадают и элементарно вот вот сюда пробивает не говоря уже давайте посмотрим что здесь дальше 60 замечательные показатели в общем сами понимаете что да башня может быть он башни может танковать и то за счет приведенной брони а вот на самом деле там ерунда вообще 160 а приведенная броня ну соответственно 200 250 вот в некоторых даже 300 с чем-то бывает возможно это интересно но ребят извините если вы будете за каким-то пригорком стоять вот с этой шишкой мне кажется снайпер а вас будут просто иметь вот к чему я это говорю все дело в том что этот танк не способен нормально играть не способен и таких танков к тому же достаточно большое количество в нашей игре ну взять тот же самый т-34 на кстати мобильность у него 45 ним на 10 километров побольше чем у т-34 вот но ребят я не знаю ями сравниваю с т-34 потому что у того башня тоже крепкая но они с тоже такой дряхлый и играть на т-34 на самом деле но можно только с дальней дистанции или за какого-то укрытия это некоторые игроки найдут места куда вас просто иметь по всем параметрам и 34 это неиграбельный танк на самом деле да и вот этот танк он будет неиграбель я буду считаю что более 50 процентов игроков игроков не будут выкачивать это уж не этот тяжелый танк ну не будут будут выкачивать но может быть те у кого нету нет никаких танков в ангаре у меня же посмотреть у меня достаточно большое количество непосредственно премиум техники вот у меня и это 30-34 отдавать для сравнения здесь вот и 34 даже чуть больше у него 300 400 248 но у того 220 чем давайте кстати ради интереса давайте глянем как их тут сравнить что ж такое не могу сравнить как их сравнивать ребят добавляем одного и добавляем соответственно ренегата этого давайте добавить не давайте добавим этого товарища тоже я не знаю так сможем как 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 тут сделать так вот он добавит сравнение дать просто посмотрим что к чему идем к сравнению делаем элементарное сравнение ну вот смотрим огневая мощь данным данном случае выше у этого товарища так у нас стопроцентный текущий экипаж давайте сделаем стопроцентным и пока больше ничего делать не будем на и орудий у нас кстати 9 уровня прошу прощения здесь у нас здесь стопроцентный экипаж уже стоит заранее и так давайте посмотрим здесь 379 здесь 425 средний урон 400 здесь 360 бронепробитие на 34 тоже выше вот что здесь скорострельность орудия выше уже на ренегате но она более подвижный он он такой вот понимаете он типа чуть-чуть тяжелый подтяжеленный средний танк перезарядка лучше у естественно ренегата дальше скорость не знаю углы вертикальной наводки одинаковые ну потому что на 20 вверх ну наверно вряд ли кто обычно в нашей игре фигачит но иногда конечно это нужно на время сведения лучшего ренегата разброс на 100 метров лучше причем у на т-34 а это очень важно меткость это меткость ребят дальше средний урон в минуту ну как мы видим конечно выше у аринига то вот но это если вы сможете воспользоваться этим этой этой машины дальше живучесть пишется что лучше оринига то хотя прочность одинаково у них брони так да 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 вот смотрите у нас бронирование корпуса 150 миллиметров но 150 миллиметров вы сами понимаете что любой танк вас будет пробивать и абсолютно не важно хоть сто 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 пятьдесят или там сто семьдесят это абсолютно не имеет никакого значения против второго третьего уровня наверное имеет значение против всех остальных но вряд ли бронирование башни лучше у т-34 бака тоже никого не интересует даже посмотрите сзади 203 у т-34 а ренегата спокойно 40 пробивает но этот такой французский американец знаете тяжелый французский американец вот но мобильность нас интересует именно исключительно скорость мощность двигателя 810 800 но это принципе одинаково значит максимальная скорость здесь 35 вот и 34 а у ренегата 45 это на 10 километров в час но имеет значение хотя конечно нужно посмотреть на удельную мощность а наши с 16 против 12 но грубо говоря то есть ренегат будет быстрее конечно ехать незаметность не имеет значения хотя посмотрите у нашего т-34 гораздо выше незаметность насколько я понимаю в общем наверное лучше а вот наблюдение лучше у наших товарищей хотя может быть там за счет некоторых перков которые вот здесь вот видите ради перехват там еще что то еще что вот вот к чему я веду ну какой смысл в этом ренегате я не знаю еще раз повторюсь наверно будут пароваться именно те люди которые у которых в ангаре не так много танков премиум премиумных вот это вот все что вы видите сейчас на двух секциях это все у меня премиум аккаунт премиум вернее техника вот до сюда то прожито 46 абсолютно все конечно некоторые не играбельные я не играю не на оси 10 не на вот это я даже не знаю что такое там м10 м радио непонятно вот вот пришедший тоже недавно кстати интересный случай был я его в тот же день продал сразу после стрима а вот кому интересно посмотреть мое мнение об этом танке пожалуйста вот здесь сейчас выплывет ссылочка вот и после того как я записал стрим вернее записал ролик на этот танк на супер хелкот я его тут же продал мы потом подумал и написал разработчикам с просьбой вернуть его мне на аккаунт я него вернули там он стоит порядка надо накопить там порядка 900 тысяч серебра и вам его начисляют обратно но если нас просьба не делать никаких ошибок не передавать никому логин и пароль от своей игры так что ребят вот примерно вот такая вот у нас ситуация складывается по поводу этого ренегата говорю много но мне кажется по теме но вот только вот посмотрите вот за сколько вы сможете сделать 50 тысяч чистого урона чистого извините не урона конечно же чистого опыта но за сколько за три дня не то если вы будете стараться и упахиваться за три дня у вас всего 10 дней на все я не знаю но я могу у меня допустим максимально в день когда мне очень нужно было у меня максимально в день уходила но я смог добить где-то ну 35 это это со всякими плюшками типа вот резерва понимаете вот типа с ними с премиум аккаунт а просто вот так но можно быть прям аккаунт будет как-то играть там какую-то роль играть будет может быть черт его знает может быть даже вот эти плюшки тоже играют но ребята но елки зеленые если суммарно на на 1250 это давайте 50 90 125 правильно я считаю да 125 157 187 187 200 сколько там 217 234 243 я правильно считаю до 243 248 ну может быть ошибся на одну потому что 250 ровно ну или 251 тысячи на теперь давайте вот я вдруг калькулятор просто вот чтобы было интересно и посмотрим ну чё тут смотри 250 это по 25 тысяч в день надо фигачить по моему опыту 25 тысяч в день фигачить это но еще раз повторюсь это может быть до 10 часов нужно выиграть в эту игру чтобы набить 25 чистого опыта нет конечно же если вы классно играете вы можете в за одну игру там набирать и тысячу но в среднем я набираю 800 где-то но вот все равно это нужно 25 боев как минимум а то и 50 скорее всего для большинства а то и 70 для совсем уж большинства понимаете поэтому я не знаю ребят я не знаю насчет этой вообще насчет этого танка мне кажется что этот танк ренегата ренегат он не достоин того и именно поэтому название этого видео охота на идиота потому что просто варгейминг или про попросту картошка хочет найти идиотов которые будут играть вот до нового года вплоть каждый божий день чтобы у них там все это было а плюс еще тратить деньги конечно если они но со скидкой будут покупать этот танк то есть очень большое количество людей купит просто нам вот кто-то сейчас купит вот смотрите купить со скидкой давайте посмотрим что он сделает ваша скидка 40 процентов купить со скидкой нажимаю и что что-то не хочет он у меня переходить может быть какие-то баги у меня глюки непосредственно с моей игрой не знаю посмотрим в общем ребят на мой взгляд выглядит это как-то ну не очень на самом деле этот ренегат мне кажется не стоит он того абсолютно если вы со мной согласны и не согласны пожалуйста пишите в комментариях вот кстати открылся вам наверно это не видно магазин магазин яндекс браузера а может быть и видно посмотрю как windows 10 записывает с экрана посмотрим что он там открыл мне но как-то долго он открывает вот так вот ребята вот такие вот мои мысли по этому поводу по поводу того что картошка дает добро а как долго но вроде что-то там открывает на что-то как-то у меня перегруз компьютером ладно смысл него я думаю вы поняли мою позицию если что-то вам будет информация полезна или вы солидарны со мной в этом плане обязательно пожалуйста дайте мне знать как-то напишите в комментариях будете ли вы или не будете непосредственно как-то гнаться за этим ренегатом или не будете может быть если будете что напишите почему и чем он вам нравится но в моем случае мне кажется что этот танк не достоин того чтобы тратить на него свое время и деньги большое спасибо всем кто был большое спасибо всем кто смотрел этот ролик спасибо что уделили внимание ну и отдельные отдельная благодарность за то что вы напишите комментарий ну и кстати добавлю немножечко по самому этому танку ребят этот танк и не достоин на мой взгляд просто потому что он некрасивый этот танк не является какую каким-то вот именно стильным по дизайну интересным это какой-то знаете напоминает улыбаку там на восьмом уровне опять же американский танк вот и ну в общем что-то такое непонятно не понятно лично я бы его ни за что не купил но естественно ни в какой акции я участвовать я имею ввиду в марафоне естественно я участвовать не буду если конечно у меня получится там вернее не то что получится да я не парюсь вообще по этому поводу еще раз повторюсь мой весь опыт который вот сейчас здесь уже я иду на пятый уровень как пишут они я это делаю вообще не здесь и не обращаю внимание абсолютно на всю эту систему я играю свои игры я в основном сейчас если посмотреть я играю в основном сейчас именно на прожита 65 и на е100 так как прожита 65 является на данный момент самым любимым из моих танков на данный момент повторюсь и е100 я его прокачал буквально два дня назад поэтому я его опробовала эту технику пока видите 40 процентов у меня побед на е100 и 53 процентов победа на прожита мне кажется это бы вполне достаточно и если вдруг косвенно как-то именно повторюсь косвенно я набью это количество опыта которое нужно для этого ренегата ну может быть может быть я и заберу этот ренегат просто для того чтобы в конце концов когда-то может быть обменять его линут либо на бабло на полтора миллиона серебра липу может быть на какие-то другие моменты типа там трейд пин или что-то в этом роде вот так ребят а на мой взгляд просто картошка пытается втянуть в игру вам как можно больше молодежи как можно больше людей которым нечего делать которые хотят не то что нечего делать да просто которые ну могли бы посмотреть телевизор там или какой-то фильм посмотреть или могли бы поиграть в игру вот они вытаскивают этих людей из телевизоров компьютеров именно к себе в игру и каким-то образом завлекают поэтому лично на мой взгляд ну и я считаю что это зря проведенное время будет если вы будете охотиться на этим за этим ренегатом ну а все остальное вы уже слышали большое спасибо всем спасибо всем удачи хорошего настроения не забудьте подписаться на канал нажать палец вверх или вниз все большое спасибо всего доброго пока пока